Лошади 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 В занятиях верховой ездой Мы учились держаться в седле, кататься на лошади и управлять ею В людях природы заложен страх к лошадям но если вы прокатитесь на них хоть раз то страх сразу же пропадет Эти занятия были очень познавательными и веселыми и вместо того чтобы просто кататься на лошадях мы пытались кататься рысью учебной и упрощенной С нами занималась лошадка Багира, и несмотря на то, что ей был уже 21 год, она была в очень хорошей форме. Всем она очень нравилась, мы кормили ее сахаром и морковкой, но яблоки, к сожалению, она не любила. Вдохновившись и зарядившись энергией от лошадей, мы приступаем к выполнению задания от всеми любимой Оксаны Федоровой. Мои ученицы, я знаю, что вы любите книги, фильмы и мультфильмы. Расскажите мне и телезрителям об одном из своих любимых персонажей, вашей Оксаны Федоровой. Замечательное задание, мы с удовольствием расскажем вам о том, какие персонажи нравятся нам. Мой любимый персонаж это Лара Крофт. Она умная, красивая, храбрая и уверенная в себе девушка. Она владеет всеми видами рукопашного боя, ездит на лошади и на мотоцикле. Несмотря на то, что она из аристократической семьи, она не стала классической леди, она не такая, как все. Будь я на ее месте, я бы повторила все ее подвиги с самого начала. Я хочу рассказать вам о персонаже по имени Мому. Это героиня одноименного романа, которая сбежала из детского дома и жила в старом амфитеатре. Эта девочка умеет слушать людей и дает мудрые советы. Она спасла свой город. Я хочу быть похожей на Мому. Мне очень нравится ежик из Мишариков. Он дружелюбный, преданный и ответственный. Ежик всегда держит слово, всегда помогает друзьям и дает полезные советы. Хоть он иногда бывает очень осторожным, а порой даже пугливым, у него большое доброе сердце. Еще у него есть интересное хобби. Он коллекционирует кактусы и фантики. Если бы я была бы ежиком, я бы внесла вклад в ботанику, открыв новый вид кактуса. Я расскажу вам о своем любимом персонаже Ливи из Лего Фрэнд. Это певица с розовыми волосами из города Харклэйт Сити. Мне она нравится, потому что она стильно одевается, красиво выглядит, красиво поет. И у нее много подружек. Если бы я была бы Ливи, то бы я пошла на голос Дети, выступила бы там и заняла бы первое место. Больше всего из сказочных и мультипликационных персонажей мне нравится котенок по имени Гав. Несмотря на его грозное имя, он всегда добрый, веселый, немного наивный и всегда вежливый. Котенок по имени Гав дружелюбный, всегда поможет и даже поделится с друзьями своим любимым блюдом. Мне кажется, мы с ним очень похожи. Если бы я была котенком по имени Гав, то я бы сделала так, чтобы все собаки обрели свой дом. Не зря же мне дано такое имя Гав. Я расскажу вам о своем любимом герое по имени Рин Акумура. Это герой анимационного фильма «Синий экзорцист». Это очень жизнерадостный и добрый человек. И несмотря на все преграды на его пути, он продолжает улыбаться. Его друзья за ним, как за каменной стеной. Еще он очень вкусно готовит. Его фирменное блюдо – цуки-яки. Мне очень нравится его двуххостый кот Черныш. Если бы я была Рином Акумурой, то я бы основала школу владения мечом в Уфе. Падма Амидала – это королева планеты Набу из фильма «Звездные войны». Мне в ней нравится ее духовная красота. Королева Амидала – мудрая правительница. Она делает все для своего народа. Например, спасала его от межгалактической войны. В ней храбрость и сила гармонично сочетаются с ее красотой и изяществом. Мне в ней нравится ее героизм, отвага, но в то же время любовь и нежность к своим близким. Если бы я была бы на ее месте, я бы постаралась бы создать и сохранить мир на планете Земля. Я расскажу вам о своем любимом персонаже. Это Вилли Вонки из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Меня привлекает, а иногда даже поражает его нестандартное мышление. Он очень креативный и изобретательный человек, чего только стоит его жвачка. Пожевал и будто бы съел обед из трех блюд. Он очень веселый, креативный, не стесняется высказывать своего мнения. Видит мир по-своему. Если бы я была Вилли Вонки, я бы построила такую же шоколадную фабрику в городе Уфе. Мой любимый персонаж, к которому я хочу рассказать, Диппер. Он занимается мистикой, ищет разных монстров и обезвреживает их. Он мне нравится своей логикой, застенчивостью и мечтательностью. В мультике проявляются его интеллектуальные способности. И он не раз спасал свою сестру Мейбл. Мой любимый персонаж – зайка Джуди Хоббс из «Зверополиса». Она храбрая и невероятно целеустремленная. Она ничего не боится и верит в свою мечту. И эта вера придает ей силы. Ее пример вдохновляет людей осуществлять задуманное, даже если в себя никто не верит. А еще она доказала, что труд и работа над собой могут быть важнее любых природных данных и врожденных талантов. Если я была бы Джуди Хоббс, я бы поделилась с людьми своей жизнерадостью и целеустремленностью. Моя любимая героиня – это Гермиона Грэнджер из «Гарри Поттера». Мне нравится она тем, что она очень добрая, умная и красивая. Хотя у нее были враги, она все равно не боялась показывать себя с лучшей стороны. На ее месте я бы тоже направила свои силы в доброе русло. Уважаемые родители, дорогие девочки, у нас для вас отличные новости. Во время каникул вы сможете пройти летний курс в школе Оксаны Федоровой. Этикет, стилистика, танцы, вокал, рисование и, конечно же, съемки в телепроекте. Курс начнется 13 июня. Занятия будут проходить в Центре Абсолютный Мир три раза в неделю. Записаться на курс и узнать подробности можно по телефону 298-88-98. Вместе с нами занималась лошадка Багира. И несмотря на то, что ей было всего 21... Ой, всего-то. Мне очень понравилось. Там были очень красивые лошади, красивые загульные. Это было не совсем страшно. Я же только один раз. Я бы чуть-чуть и делала это. Еще мы катали друг друга. Что там еще было? Мы приступаем к выполнению задания от всеми любимой школы Оксаны Федоровой. Мой любимый персонаж – зайка Джуди Хо. И очень упорная в себе девушка. Он очень раскрыт... Это очень жизнераз... Да, е-мое. Моя любимая героиня – это Гермиона Грэнджер из Гарри Поттера. Из Гарри Поттера. Если бы я была Ириной Макмурой, то я бы основала в Уфе школу владения мечом. Получилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова